здравствуйте дорогие друзья в этом видеоролике я расскажу вам на примере реальной спецификации батарейки для электромобиля я ее нашел потому что производители электромобиля не дают эти показатели это внутренние технические данные они нужны только для настройщиков как правильно заряжать аккумулятор литий-ионный в электромобиле вот в этом видеоролике было теоретическое обоснование что может произойти если быстро заряжать литий-ионный аккумулятор при холодной так скажем и отрицательной температуре что растут дендриты да потому что там определенный интересный специфический процесс внутри но детали там с вами александр логинов заряжаем занимаюсь сейчас проектом по электромобилям серийным производством батарей для них в том числе система терморегуляции анализируя рынок решения общаясь поставщиками и и вы наш один из поставщиков предложил вот такую модель аккумулятора из ламинированного алюминия так называемый пауч села у них нет собственного корпуса там это и плюс и минус но не суть 21 года в принципе очень свеженькая все и давайте посмотрим собственно чем речь да почему я говорю там к заряду и так далее общий концепт там 52 ампер часа 3000 циклов гарантируют падение емкостью на 20 процентов при трехчасовом заряде там разряде тоже там формальные вещи хранение эксплуатации классические все да то есть температура заряда это вот как вы везде видим минус 20 температура заряда минус 20 плюс 55 представляете минус 20 впервые спецификации думаю что такое не может быть может быть на самом деле тут много данных показателей так далее не буду совершенно на них обращать внимание есть здесь . таблицы 4212 пункта это charging operation current это ток заряда при различных температурах включая минус 20 мы помним что у нас 52 ампер часа и continuous current limit то есть это ток постоянного заряда да это очень важно мы видим что при минус 15 это 10 часовой ток заряда при минус 20 это просто 20 часовой ток заряда да это очень важно потому что осаждается литий на поверхности 0 обратите внимание при нуле градусах 5 часовой ток заряда да я вам приближусь сейчас чтобы вам было лучше видно то есть вот он 0 градусов постоянный ток заряда 15 ампер на 52 ампер часа емкости извините меня 4 4 часовой ток заряда примерно и самое интересное вот даже до 25 до 15 градусов они позволяют только двухчасовым током заряда то есть практически в нашем случае это это российской федерации это заряд только малыми зарядками без чдм а это профессиональный элемент куча брендов на нем в китае ездит просто тонна и самое интересное вот о чем говорят при 20 градусов 25 градусов 1 c вот об этом дорогие друзья я вам говорю кто-то мне писал в комментариях что саша я в иркутске все заряжается все работает да либо вам очень сильно везет либо на самом деле у вас чуть теплее батареи чем кажется более того в батарее если она полностью разряжена на нее негативнее влияет высокий ток заряда потому что анод не расширился лития в нем мало четыре фазы внедрения лития есть в анод об этом я расскажу в ролике с фасчардж анодами для быстрых зарядок очень крутых зарядок то есть у которых например при такой емкости было бы там примерно 150 ампер на там 50 ампер часов емкость батареи поэтому вот дорогие друзья без системы терморегуляции которая относится и охлаждение нагрев обратите внимание вот 40 и 40 градусов и 50 градусов какое резкое падение да помните многим я говорю ребята не надо лезть выше 45 градусов то есть нагрели 2 вот у нас весь температурный диапазон 20 40 вот вся эта идеальная механика работы батареи при этом надо соблюдать стартовый уровень заряда батареи стартовую мощность желательно конечно чем дольше током вы и заряжаете тем лучше посмотрите пожалуйста вот в этот видеоролик в котором глеб рассказывает о том как он проехал 110 тысяч и у него в 9 милливольт балансировка элементов 110 тысяч километров он проехал на батареи собранных на элементах тичи уби 18650 и в идеале батареи по факту у него самая лучшая модель эксплуатации зимой ничи дэмит зимой греет заряжай только на мелкой зарядке греет зимой в гараже пожалуйста вот вам результат человек окупил аккумулятор себе уже за год дорогие друзья пожалуйста поставьте лайк если вам понравилось если у вас какие то есть вопросы пожалуйста напишите мне в комментариях в ютубе либо присоединяйтесь к нам на телеграм-канал там я на все комментарии в режиме реального времени отвечу с вами был александр логинов компания нерго элемент всех благ